Кратко поразмышляем над словами апостола Павла, которые записаны в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьей». В свое время апостол Павел обращался этими словами к Коринфянам, у которых были два разных мнения по поводу того, что более ценно, важно для Иисуса Христа – тело или душа человека. И, конечно, более важным считалась душа человека, потому что она вечна. Тело же некоторые даже считали таким несущественным, неважным элементом, потому что оно умирает и превращается в прах. Но апостол Павел опровергает такую точку зрения, именно потому что Дух Божий живет внутри нас, и мы являемся храмом Божьим. Христос умер не для того, чтобы спасти какую-то долю человека, какую-то его частицу, но Он умер для того, чтобы дать человеку искупленную душу и очищенное тело. Потому что суть христианской веры не столько в том, что она освобождает нас от греха, но что она дает человеку свободу не грешить. Мы не принадлежим самим себе. В этом мире нет человека, который принадлежит сам себе. Нет человека, который сотворил сам себя. Именно поэтому наша душа, наше тело, все то, что мы имеем, все, чем мы пользуемся, они одинаково принадлежат Иисусу Христу и даны нам для того, чтобы мы могли служить этим Богу. Апостол Павел всегда старался показать, что жизнь христианина – это всего лишь короткий и маленький промежуток времени, который дан каждому из нас для того, чтобы мы могли служить Богу, прославлять Его и приготовиться к встрече с Ним. И даже весь мир, который нас окружает, он должен быть незначительным для нас, потому что мы стремимся к вечности. Апостол Павел в свое время говорил о себе в послании Галатам 6 главе 14 стихом «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира». Если посмотреть на жизнь апостола Павла, то можно сказать, что по человеческим меркам этот человек действительно мог бы чем-то похвалиться, похвастаться перед другими, но он сам свидетельствует и говорит, что «я не желаю хвалиться чем-то, какими-то своими человеческими заслугами, достижениями, знаниями, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». И действительно, когда мы читаем послание Нового Завета, то мы можем заметить то, что апостол Павел был необычным человеком, и его служение, оно также является этому подтверждением. Представьте себе, вместо того, чтобы жить тихой, мирной, спокойной жизнью, как живут большинство людей, имеют свои семьи, дома, детей и так далее, и любимые, может быть, дела, он оставляет все это, он практически не имеет ничего своего, он ходит из одного города в другой и проповедует людям Слово Божие. Почему? Потому что, как пелось в псалме, он все отдал Иисусу Христу, себя полностью на служении. И действительно, апостол Павел был человеком иного характера, иного духа. И как мир не благоволил к нему через всех тех людей, которые очень часто его преследовали, которые причиняли ему боль, били его, изгоняли из городов, выбрасывали его, уже почитая мертвым, так и апостол Павел не питал никаких симпатий к здешним вещам, предметам и к этому миру. Во времена апостола Павла и раньше хозяин, который имел, может быть, какое-то владение, он также имел рабов в своем владении, в своем хозяйстве. И у каждого из этих рабов на теле было клеймо, которое подтверждало, что этот человек принадлежит именно этому двору, именно этому хозяину. Так вот, апостол Павел для себя считал, что все те следы пыток, следы палок, следы камней, которые оставляли рубцы на его теле, они являются именно теми клеймами, которые доказывают то, что он является личным рабом Иисуса Христа. И ко всем скорбям, и трудностям, и ко всем прелестям этого мира он был безразличным, потому что считал себя странником и пришельцем здесь, на этой земле. Что не наше, а Господне? В Псалме 38, 6, стихом и ниже мы читаем следующие слова. «Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя». Действительно, если мы сами не свои, если наша жизнь не принадлежит нам, то как все прочее может быть наше? Потому что мы в двух отношениях принадлежим Богу. Во-первых, по сотворению Бог создал нас, Он вложил в нас душу и по вере в Иисуса Христа, который искупил нас из этого греховного мира. Душа наша, она не наша, потому что она принадлежит Богу, и мы не властны над своей жизнью. Точно так же и все то, чем мы владеем, оно не наше, но дано нам на краткое употребление, на краткое пользование, живя в этом мире. Потому что как общее солнце, воздух, вода, все те важные элементы, которые очень важны для нашей жизни, точно так же мы должны быть и чувствительными к нуждам наших братьев, сестер, наших ближних. Потому что если мы не хотим уделять из того, что мы имеем, не хотим заботиться о тех, которые испытывают нужду в нашей помощи, то и сами мы не должны брать ни у кого ничего. Но если будет так, то все придет в расстройство. Потому что представим себе, что человек, который занимается земледелием, он собирает урожай, пшеницу, зерно, и вместо того, чтобы это зерно продать другим людям, он закопает его или будет хранить у себя. Я думаю, что произойдет страшный голод на земле. Но кем мы должны считать себя в этом мире, живя в нем? Послание к евреям, 11 глава, 37-38 стих, апостол Павел рассказывает нам о христианах того времени. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Представить себе только. «Те, которых весь мир не был достоин, жили в ущельях, ходили в козьих кожах и так далее». Почему? Потому что на тот момент у них были такие обстоятельства жизни, что они вынуждены были покинуть свои дома, свои семьи, потому что христиан за веру в Бога бросали в тюрьмы, на арены амфитеатров их казнили и так далее. И Павел призывает нас быть подобным этим людям. То есть не привязываться к здешним вещам, но быть в таком отношении для них, как чуждым для нас. Павел говорит, что те люди, которые поистине стремились к вечности, они переносили в своей жизни страдания, лишения, они подвергались пыткам, мукам и так далее. Но все это они переносили и даже не роптали, потому что они понимали, что Бог приготовил для них намного лучшее, намного прекраснее. Но как мы часто поступаем в нашей повседневной жизни? К большому сожалению, наверное, очень часто мы ведем себя так, как будто здешние граждане, как будто мы вечно будем жить на этой земле. Мы не хотим быть странниками и пришельцами, мы не хотим быть мертвыми для этого мира. Мы уклонились от истинной жизни и избрали временную, и чем и огорчаем Бога. Мы не хотим отставать от земных благ, потому что видим, как живут окружающие люди, но забываем то, что нам уготовано небесное счастье, небесное блаженство. Мы не хотим опомниться и отстать от своих земных каких-то трудов, дел, но как бы погрузившись в сон, увлекаемся своими мечтами. Святые называли себя странниками и пришельцами не только по отношению к одной палестинской земле, но по отношению ко всему миру. Почему? Да потому что они не видели здесь, на этой земле, ничего такого, что привлекало бы их взор. Они понимали, что все эти вещи временны, они греховны. Именно поэтому они стремились к вечности, они стремились к Богу. А мы, мы напротив. Когда случается какая-то нибудь болезнь и беда, то мы бросаем все и, подобно маленьким детям, плачем и боимся смерти. И вы знаете, справедливо терпим это, потому что не живем, как должно, не живем, как странники и пришельцы на этой земле. Потому мы и скорбим, и боимся пользоваться вещами, как должно, а извратили порядок вещей. Потому мы и мучимся, тогда, когда следовало, наоборот, радоваться и полностью доверяться в руки Божьей. Апостол Павел и другие, они считали, они стремились к Отечеству. Но интересно, к какому Отечеству они стремились? Разве к тому, который оставили свои родные города? Конечно же нет, потому что, я думаю, что никто бы им не препятствовал вернуться в свой родной город и жить так, как живут многие люди, обычной жизнью. Но они искали Отечества Небесного. Именно поэтому они ничего не боялись, но спешили удалиться отсюда. И таким образом угождали Богу. Поэтому и Бог не стыдится назвать себя их Богом. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы поистине считали себя мертвыми для этого мира, странниками для этого мира, служа Богу всем тем, что есть в нашем распоряжении для Его вечной славы. А в этом пусть Бог благословит нас. Аминь.